Какие присутствуют цвета? Красные. Красные. Оранжевые. Оранжевые. В отличие от полтысячи маленьких нижних сайентуйцев, воспитанникам детского сада Бусинки повезло. Они уже не стоят в очереди. И несмотря на то, что детсад частный, плата в нем как в муниципальном дошкольном учреждении. 145 рублей в день. У нас идет субсидирование с республиканского и с районного бюджета. Мы с сентября вступили в эту программу. И оплата родительская такая же, как в муниципалитете, как в нашем районе. Как во всех детских садах нашего района. Почти 11 тысяч жителей нижнего сайентуя не зарегистрированы по месту жительства. У большинства городская прописка. Это примерно половина пригорода. Как все знают, наши жители нижнего сайентуй и спиртзавод поселка Николаевский, в основном все, как правило, ездят в город, дети учатся в городе, ходят в детский сад в городе. То есть наши жители дают огромную нагрузку также на город Улан-Удэ. Планируется в этом году начало строительства детского сада в Нижнем Саентуй. И второго детского сада также в Нижнем Саентуй. Так как самая большая очередь там, порядка 500 человек. Но все равно будет не хватать. Поэтому, может быть, то, что не хватает, здесь надо поощрять частных индивидуальных предпринимателей, как вот Бученко, детский садик. То есть как-то их поддерживать, чтобы кто-то еще взял на себя и хотя бы пару детских таких садов, по 50 человек, допустим. Если будут строиться сады, и такой очень приятный пример частного детского сада, и как раз благодаря увеличению субсидий до 6 тысяч в месяц на каждого ребенка стало это выгоднее для частных детских садов. И вот такие меры поддержки, они очень хороши. Если помимо того, что они будут строиться и субсидироваться, тогда это разгрузит и город в том числе. Построить новые детские сады районные власти планируют в течение трех лет. Садном Иртынеев, Константин Гармаев, телекомпания АТВ, Торбогатайский район.